Всем здравствуйте! 18 мая 2020 года на телеканале НТВ очередная премьера остросюжетный сериал под названием «Адмиралы района». Действие сериала разворачивается в самом криминогенном районе Санкт-Петербурга, Новоадмиралтейском. Бывший полковник МВД Игнатьев предотвращает теракт в крупном торговом центре, но сам погибает. Его друг майор ФСБ Андрей Девятов считает делом чести найти и наказать организаторов и исполнителей теракта. Вскоре он находит преступников, но во время погони происходит ДТП, в которое попадает дочь чиновника Круглова. Благодаря разъяренному Круглову Девятова увольняют из ФСБ. Но его бывший руководитель Старыгин переводит его в полицию на должность начальника Новоадмиралтейского УМВД. Девятов становится членом команды честных, незамешанных в коррупции оперативников адмиралы района и продолжает свое расследование, заручившись поддержкой достойных коллег. Первая и вторая серии. При взрыве в Новоадмиралтейском районе погибает подполковник МВД в отставке Константин Игнатьев, друг подполковника ФСБ Андрея Девятова. Пока Девятов занимается расследованием происшествия, генерал Рубцов обращается за помощью к отставному полковнику Городецкому. Рубцов хочет вывести на чистую воду начальника Новоадмиралтейского района Григория Таранца и для этого просит Городецкого собрать команду из проверенных бывших сотрудников МВД. Генерал давно подозревает, что Таранец замешан в преступлениях и, возможно, даже причастен к взрыву. Тем временем Девятов узнает, что машину с взрывчаткой пригнал Матвей Веселовский. Девятов следит за ним и видит, как Матвей встречается с Никой Кругловой, дочкой заместителя главы Новоадмиралтейского района. Поскольку торговый центр принадлежит бывшей жене Круглова, Карине, Девятов не исключает, что чиновник причастен к взрыву. Круглов, используя свои связи, требует отстранить Девятова от расследования. Тем временем команда генерала Рубцова выводит Таранца на чистую воду. Рубцов и Старыгин решают объединить усилия и продолжить работу в команде. Со стороны ФСБ группе прикрепляют подполковника Девятова. В это время в СИЗО арестованный Григорий Таранец отрицает обвинение в свой адрес и заявляет, что его подставили. Адмиралы устанавливают слежку за Матвеем Веселовским. Третья и четвертая серии. Дело по взрыву закончено, но группе еще есть чем заниматься, ведь Таранец на свободе. Тем временем Девятову звонит Круглов и просит о помощи. Бизнесмен Орешкин предложил Круглову выкупить у него торговый центр, в котором должен был произойти взрыв за небольшие деньги. За помощью в отдел приходит Лилия Шиманская. В результате махинации с документами ее знакомой приходится делить квартиру с парой, которая старается выжать преподавательницу из квартиры, предлагая за ее долю сущие копейки. Аверин соглашается помочь Лилие. В районе похитили директора микрокредитной организации Антона Еремчика. Рубцов приезжает к Городецкому и Девятову и лично просит их подключиться к расследованию этого дела. Девятов и Городецкий выходят на Максима Боровских, бывшего сотрудника спецслужб, который и спрятал Еремчука, заставив того рассказать на камеру о схеме по отмыванию денег. Городецкий едет в управление с флешкой, на которой записаны показания Еремчука. По дороге он пропадает без вести вместе с записью. В это время Круглову приходит Таранец и предлагает сотрудничество. Таранец может быть очень полезным, ведь он знает район, как свои пять пальцев. Кроме того, через полгода пройдут выборы в законодательное собрание. Таким образом, Таранец хочет занять вакантное место помощника Круглова. Пятая и шестая серии. На совещании с адмиралами полковник Старыгин высказывает предположение, что Городецкий похитил компромат и скрылся. В группе адмиралов происходит разлад. Аверин резко заявляет Девятову, что теперь они сами по себе и его помощь в поисках Городецкого им не нужна. Тем временем Ника отдыхает в клубе и знакомится там с Сергеем Игнатьевым. Они вместе отправляются на поиски друга Ники, но становятся свидетелями его убийства. Теперь за ними охотятся. Ведь они лишние свидетели. Девятов уверен, что Шувалов не имеет отношения к исчезновению Городецкого. Сиваченко просит у Аверина денег в долг. Его дочка получила травму спины на занятиях. И теперь ей нужна дорогостоящая операция. Аверин соглашается одолжить деньги другу. Директор рынка Гасанов может ему заплатить за расследование его избиения. Аверин и Сиваченко едут по адресу, где должен находиться Аверин. Но на дороге их подрезает машина. Из нее выбегают бандиты и избивают майоров. Сиваченко оказывается в больнице. Седьмая и восьмая серии. Евсеев и Колыванов встречаются с Белозеровым. Белозеровым. Человеком из гор Избиркома. Который готов за определенную сумму обеспечить победу Евсеева на выборах. Однако одна из проституток крадет его сумку с 500 тысячами евро. Адмиралы приезжают в областную больницу к Городецкому. Но видят в палате совершенно постороннего человека. Колыванов угрожает Круглову и требует, чтобы тот снял свою кандидатуру с выборов в законодательное собрание. Круглов думает облатиться к Белозерову. И тот соглашается помочь за миллион евро. Круглов соглашается, хотя такой суммы у него нет. Таранец обещает решить эту проблему, ведь он знает человека, у которого есть такие деньги. Антона Еремчука. Ирина, бывшая жена 9-го, юрист. И она помогает восстановить дочку Севаченко в Федерации Легкой Атлетики. Ее отправляют на лечение в Москву. Адмиралы находят труп Ксении, проститутки, которая похитила деньги Белозерова. Тем временем Евсеев совершает неудачную попытку суицида. Подкупленная Кочетовым девушка снимает встречу Колыванова и Дятлова. Колыванов просит главу районной администрации привлечь Шувалова к предстоящим мероприятиям. Бобров со своими бандитами приходит к Константинову и требует отдать им компанию. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok